Мы в гостях у Геннадия Григорьевича Чебрякова. Человек известный, неравнодушный и прежде всего известный в последнее время тем, что его беспокоят проблемы театра оперы и балета в Новосибирске. В чем проблема? Добрый день, дорогие новосибирцы. Мы сейчас решили раскрыть вам тайны, что нас может ожидать посещение в оперном театре. Дело в том, что театр наш, рекордсмен мира не только по своему размеру купола, а по продолжительности капитального ремонта. Нет такого сооружения в мире, которое бы реконструировалось и реставрировалось 85 лет. Вот в этом году 85 лет, как мы его начали реставрировать. А он существует, официально сдан 76 лет. Вы представляете, на стадии проектирования уже начались проектные предложения по реконструкции. О чем идет разговор? Значит, таких зданий, как оперный театр в 30-е годы не было в мире. Причем не только размер и диаметр купола, его тонкостенность, это уже тысячу раз говорили об этом. А что здесь тайного и что здесь относительно неприятного? Когда мы походим, видим этот блестящий купол, чешуйки красивые, сделанные академиком Щусевым, у нас появляется какое-то чувство гордости, что у нас в городе есть что-то свое, необычное. А в чем его необычность? Его строили как синтетический дворец науки и культуры. Никакого отношения к театру целевого он не имел. Это многофункциональный, там и бассейн, там и библиотеки, там и планетарии, и все, что делали. В 35-м году опомнились, приехала комиссия и сказала, ребята, что вы делаете? И вот с этого места, с 35-го года началась реконструкция. В чем его тайна? Рассказываю. Ни в одном театре мира нет такой сложной архитектурно-конструктивной системы. Что это такое? Поясняю. Когда мы проходим по улице, мы видим купол, и мы не представляем, что это многослойная система, не однослойная. Когда сидим в зале оперного театра, мы видим красиво раскрашенный потолок, и мы не представляем, что между потолком и верхом, где чешуя, пространство 18 метров. И все это пространство заполнено элементами из дерева, которые легко возгораются и запрещены. Из дерева? Из дерева. И они запрещены законом. Но учитывая, что здесь у нас всегда есть какие-то свои противозаконные действия, которые должны были просто наказываться за эти действия, они сохранились. В чем? Вот я показываю картинку. Значит, когда в 1935 году приехала солидная комиссия и сказала, что вот с вашего многофункционального здания нужно сделать театр оперы и балета. А для театров оперы и балета есть свои строгие, обязательные требования к части естественной акустики и естественной оптимальной видимости. Когда начали смотреть, эхо куполи гуляло несколько минут. И тогда представитель комиссии Московского художественного совета дал четкое заключение, что нужно делать подвесной потолок. А конструкция была уже возведена. Конструкцию просчитали. И такая нагрузка была не предусмотрена. А это дополнительный. Вот сейчас я прикинул. Эта нагрузка подвесного потолка 50 тонн. Люстра еще 2,6. Контргруз 2,6. Это порядка 60-70 тонн дополнительной нагрузки, на которой не был рассчитан тонкостенный, как куриное яйцо, тонкостенный купол. И вот проблемы сразу начались с этого момента. Далее, когда в Новосибирске появилось Обское море, совершенно изменилась влажность снега, и снег увеличил нагрузку. И поэтому здание совершенно перегружено, уже было перед первыми его ремонтами. Обратите внимание. Значит, вот, когда был ремонт, вы сияли, видите фотографию, был здесь один слой, всего-навсего деревяшка, значит, основа, и на ней был один слой чешуи. Но когда начали его ремонтировать, добавились еще 4 слоя. Помимо того, что уже был купол перегружен, теперь уже этот купол работает в предельном состоянии. Я как профессор, как преподаватель металлоконструкции, в этом деле понимаю, я пригласил в мой совет, еще 5 докторов наук. Мы сделали обследование и ахнули. Значит, вот в этом месте, полтора метра от опорного контура, вот здесь не хватает 20-25% арматуры. А здание сейчас наполняется битком народом, когда оно совершенно не соответствует требованиям, значит, эксплуатационной надежности, это святая святых. И поэтому, что сейчас творится, это безобразие. Что может произойти? Что произойти, рассказываю. Обратите внимание. Значит, нет ни одного театра мира, как я уже об этом говорил, что была такая сложность системы. Когда приехал автор проекта в 1935 году, он рекомендовал сделать подвесной потолок. Вот эта линия темная, это подвесной потолок, который никаким образом в конструкцию не заделан. А вот, вы представляете, велосипедное кольцо... Не заделан, не закреплён... Не закреплён, не грамма. А он висит на 412 тоненьких, вот как у меня карандаш, на таких 412 тросиков. Прошло время под 90 лет, коррозия вверху и внизу моментится... Стальные тросы, да? Стальные, они подвергаются коррозии. Далее металл подвергается такому свойству, называется усталость металла. Он теряет пластические свойства и не восстанавливает свои физико-механические свойства. Он теряет, утрачивает их. Коррозия... Что может произойти? Произойти элементарно. Вот смотрите. Значит, я ещё не досказал, вы ещё не услышали. Помимо того, что вот это пространство от потолка до купола, это подкупольное пространство, а ещё над ним архитектор увидел, что они сделали ошибку, что купол должен быть выше. И над ним сделали вторую, следующую дублирующую конструкцию, назвав... Мы его назвали или чердаком, или зонтиком. Это 2,5 метра, дополнительного пространства, тоже подкупольное. Оно всё из дерева. Это как бомба. Оно горит. Когда Драчевская, которая возглавляла, значит, Мездричи, Драчевская возглавляли предыдущий ремонт 2005 года, подали проект в экспертизу, глав, госэкспертиза России написала убрать дерево. Категорически это бомба, которая может потом дать человеческие жертвы. Ну, учитывая, что Драчевская, муж Драчевский, никто не шевельнул... Представитель президента тогда. Да, и вот этот представитель президента, рыба гниёт с головы. Они даже не шевельнули, оставили эту гнилую древесину. Там сделали какие-то комбинированные системы, но дерево сохранилось. И вот эта опасность, она существует. А почему же не реагируют власти? Вы же обращались и в суд, и в прокуратуру, и куда только не обращались, как я знаю. А вот вы понимаете, я вот, например, был депутат, и вы были депутат областного совета. Я председатель научно-технического совета по реконструкции оперного театра. Почему-то наша власть такая беззубая. Она даже не препятствует. У нас свой город большой, а заезжают, как на заработки. Театр стал средством, среда, где можно заработать. Приезжают люди посторонние, к нашему городу не имеют. Он лишь бы здесь быстро как-то покрутиться, получить своё и уехать. Вы представляете, все третий или четвёртый директор театра, все приездные, приезжие. Травниковов, откуда у нас Травниковов, никто не знает. Вот то есть, короче говоря, система заездов, вот такие вот, я их называю варягами, они вот сейчас руководят, им нет боли. Вот сейчас под театром, под крышей подвесного потолка, который подвешен на 412 тоненьких-тоненьких стерженька, приходит битком, когда в театре собирается 1700 человек, и вы представляете, вот это кольцо, подвесной потолок, он охватывает оркестровую яму, а там ещё около 100 человек, с супердорогими инструментами. И вот, я вам ещё раз повторяю, что вес вот этого подвесного потолка порядка 60 тонн. И когда эта вот такая мощь упадёт на театр, там вообще ничего не останется живого. Какова вероятность такого события? Неужели не понимают об этом? Вероятность, вот сейчас у меня в руках документ, когда я уже надоел, сейчас прокуратура подтвердила, что в приёмной губернатора и его заместителей 20 моих безответных обращений. И они мне написали, что какие-то меры будут приняты, и ничего не представили по сей день. Я требовал, чтобы там обязательно установили мониторинг. Бумаги какие-то есть, а в натуре никакого мониторинга нет. Люди без предупреждения попадают в среду бедствия. И поэтому я вот сейчас, вот мои статьи свежие. У меня в сумме больше 100 статей посвящены проблемам надёжности театра оперы и балета. А что же делать? Делать, сейчас я расскажу. Значит, самое, ни в одном театре, вот посмотрите, самая главная ошибка, вот я сюда подумал, после 1900 года в Европе, в Советском Союзе, везде была дискуссия, каким быть современному театру. И пришли, это законы физики, что звук нельзя, он некачественный получается, если в зале ярус есть. Не ярус, вот традиционная система яруса. Первый ярус, второй, третий. А в театрах когда, да? Да, 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 вот такая система, она в мире не стала применяться. А все театры перешли, как большой театр, все театры ленинградские театры, одесские театры, я был в Венском театре, в Одесском, во всех театрах, везде вертикальная этажерка. Что мы выявили? Ласкало тоже известно. Ласкало тоже известно. Ласкало, как это все театры мира. У меня вон сейчас подборка. Значит, короче говоря, тогда расстояние от артиста, от музыканта до крайнего зрителя не превышает 20-25 метров. Компактно. Люди сидят. Кубатура на одного сидящего в зале порядка 6-7 кубических метров, а у нас 14. Именно поэтому нас так плохо слышно. И плохо слышно. А теперь звук отразился от первого яруса, идет в сторону сцены. С опозданием догоняет его от второго яруса отраженный звук, от третьего отраженный звук. И самые дорогие места, там самая каша. Вот кто не понимает, почему, говорит, артист орет. А он его таранил. Он себя не слышит, его никто не слышит. Приехал в Ростовский. Я с ним хорошо был знаком. Он приехал сюда перед гастрольными штатами. Народа было очень много. Я сижу, думаю, Хворостовского такого не видел, какого-нибудь закрепощенный. Он сам чувствует, что звук его далеко не уходит. Дальше седьмого, восьмого ряда не уходит. В перерыв я подхожу, говорю, что с тобой? Он говорит, я ощущаю какую-то пустоту. Ну, и все на свете. Я говорю, ты не пой без микрофона, попроси. Выставил он микрофон, и увидели мы того Хворостовского, который понимает, что такое форма музыкальная. Короче говоря, он сдал концерты, и все мы вышли в восторге. То есть, качество звука было подтверждено некачественно в 71-м году. Так, а при чем тут качество звука и падающий, и опасный купол, опасный потолок под куполом? Вот хороший вопрос. Они тоже связь имеют. Когда в 71-м году лаборатория стройфизики приехала с гипертеатром московским, к нам сюда целая делегация, сделали натурные замеры звука, они пришли к выводу, никуда негодной архитектурной акустики, и самое главное, что и плохая видимость, естественной видимости нет, далеко зритель крайнего яруса от артиста. тогда было предложено улучшить качество. И когда был ремонт, делала Драчевская, они еще пригрузили вот этот слабенький потолок, они еще пригрузили вот эти тросики и так на пределе были, а сейчас они вообще перегружены. Так их не меняли уже в 80 лет? Не меняли. Вот проект их, вот у меня здесь на столе. Это еще до войны они были созданы. Конечно, с 35-го года, с того времени. С 35-го? Конечно. То есть ему уже 86 лет? В арифметике Пупкина правильно, это больше 80 лет. И вот эта старая конструкция происходит, структура металла меняется со временем, стареет металл. То есть, короче говоря, что это должна быть опасность. Законодательное собрание должны были, какие-то круглые столы пригласить специалистов другого города, наших специалистов высшей категории, за что мы ручаемся за свои знания. Это можно было даже как подтверждение нашим. Вот она схема подвесного потолка. Вот посмотрите сюда. Вот я почему как велосипедное кольцо, вот как втулка. Это ведь сверху, да? Да, это план. Это значит, по существу, вот большой как обод, втулка, и вот прошли сюда радиальные, вот такие спаренные уголки, и вот к нему точки, это точки, которые, тросики, которые пошли в купол, в куполе просверлили 14-12 дырочек, ослабили купол, продвинуть, туда поднаварили на эти тросики кусочки арматуры с резьбой, там закрепили. Это когда было? Когда строили, когда ремонтировали? Когда строили. А когда ремонтировали, вот написано, 12 штук, они поправили, уже 12 тросиков, уже барах не соответствовали. Когда было? 15 лет назад? В 2005 году. Сдали. А что делать? О какой реконструкции идет речь? Вот ваш вопрос, он меня трогает до пяток. Плох тот исследователь, который может только критиковать и ничего не предлагать. Учитывая, что расстояние от артиста, от сцены до крайнего зрителя в нашем зале это превышает в полтора раза все допустимые, нужно вернуться к той классической структуре, которая существует во всех театрах мира. Отсчитать 20-25 метров, делать стену и к ней примыкать ячейки вот этой, как во всех цивилизованных... Балконы ставить, да? Не балконы, а интимные такие. Это же жертву. Самое главное, что если зрители там были вытянуты, то теперь подтянули как баян меховой. То есть вы хотите вот то, что синего у вас обозначено, да? Вот, да. И вот... Зал сделать меньше. Убрать все тросики, поменять конструкцию потолка. Я защитил диссертацию по пространственным системам, называемые структурами. И вот этот надежный, структурный, оперетельный, вот эти мощные... А, то есть сделать новый потолок надежный, крепкий. Конечно. Вообще, не понимаете... Освободить купол, да? Так вот сейчас Кефман слышу, он теперь мои вещи уже интерпретирует, что он еще какие-то маленькие залы хочет сделать. Зачем маленькие? У нас под куполом появляется возможность сделать еще новый театр, новый концертный зал. А вот эти помещения, которые за этой стенкой остались, превратить их в бытовки для вот этого театра. Это мы получаем наполняемость почти в два раза больше. Ну, не в два, но намного больше. Вот такая вещь. И театр появляется надежным. Самая главная эксплуатационная надежность. Переживаний нет, что в театре может оставить человек жизнь. Это самое ценное, что есть. Сколько же может стоить такая реконструкция? Это вообще перестройка, а не просто реконструкция. Ну, вы представляете, полтора миллиарда, как говорят, распилили. Самое главное, никто не спросил, куда деньги дели. Полтора миллиарда, вот уехала Дорачевская, оставила наших своих заместителей. Но там распилили, распилилили. Такой проект, сколько может стоить работа вот эта? Сколько может стоить? Несколько миллиардов? Нет, ну, во-первых, За эти деньги, слушайте дальше, эти деньги ушли куда-то, а я беру задание на проектирование, в нем написано, что ремонт гарантирует 100 лет без ремонтного повторения. И вместо того, мы на третий год после завершения, после 2005-го начали просить в Москве дайте деньги, у нас здание трещит. Как это можно было делать, что здание трещит, и это не выполнили главное, не обеспечили надежность. Это подсудное уголовное дело. А мы глаза закрываем. Если человек погибает, один человек погибает, это подсудное дело. А под крышей здесь... Хорошо, конкретные ваши шаги. Что вы будете делать самостоятельно и к чему призывать общественность? Недавно из Москвы звонил... А, нет, это по другому вопросу. Значит, короче, я предлагал, предлагаю провести круглый стол, пригласить ответственных лиц, лиц из сфер культуры. У нас тех, Роснадзоры есть, у нас главная экспертиза есть, эксперты. Все вместе собраться, преподавателей, профессуру, высших учебных заведений, и обсудить, и объявить типа конкурса, как спасти театр. И готовы мы участвовать в этом конкурсе. Вот это мое из основных... Значит, короче говоря, даже мы вот своими, моими коллегами, мы сделали несколько вариантов, два или три варианта, как использовать подкупольное пространство при условии обеспечения надежности основного зала. Конечно, пересчитать придется фундаменты, пересчитать многие конструкции, но это компьютер считает. Это реальная работа? Да я даже не стал бы возражать, участвовать, чтобы с меня был спрос, чтобы я присутствовал рядом, потому что я это пропагандирую, как специалист, и я готов помочь городу, не просто. Вы посмотрите, какие нелепые узлы. В таком случае не будет уже опасности обрушения купола. Да это вообще все здание другое будет надежно. Сейчас может купол упасть? Не купол. Первое пройдет обрушение. Купол будет частично поврежден, железобетонный, несущий. А вот эта подвесная тарелка, она упадет целиком одним в одну минуту, в одну секунду. Вот что страшно. Упадет целиком одним в одну минуту, в одну секунду. Продолжение следует...